Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем играть в игру Darkwood. Ну и я хочу посмотреть убытки, которые мне нанесли трупоеды за эту ночь. Как видим, шкаф они сломали. Что у нас тут еще поломанного? Ну здесь это все так и было. Это было. Ага, здесь тоже шкаф сломанный. При этом два капкана истрачено. Ну в общем, поломали мне все преграды они. Надо будет все это восстанавливать потом со временем. Ну что ж, торговец, давай, мне нужны от тебя патроны. Обойма. Давайте так возьмем. Естественно, мне нужны тряпки и отмычка. Вроде бы пока и все. В основном я нуждаюсь только в этом. Вот этот можно продать. Хоть он и пять стоит, он все равно нам не нужен. Он, как говорится, свое дело сделал. Ага, все хорошо. И сейчас я, знаете, куда отправлюсь? Скорее всего, на псарню. У меня там очень много валяется инструментов, которые я потерял при последнем своем туда походе. Хотя и на ферму, на охотничью тоже можно было бы сбегать. Там тоже я что-то потерял. Как видите, часов-то у меня нет в руках. И не показывается время. Я без этого уже жить не могу. Поэтому дрововик наперевес и вперед. Псарня у нас находится в самом конце карты. Ну, мы можем попасть на охотничьи вводья. Там тоже не лазили. Так что посмотрим. Церковушка. Ну, в нее нам смысла сейчас заходить нету. Давайте бежим стороной. Вообще не люблю, когда вот такая погода хмурая. Ни хрена не видно. Темень. Вот в данный момент мы находимся на ее территории. Да что ты там уперся, а? Сквозь листву уже не могу пробежать. Дожили. Блин, мне нравится, как он выглядит. Какой с дробашом. Крутой. Правда, патронов очень мало у меня от него. И хотелось бы, ребят, еще раз у вас спросить, где же все-таки находятся эти кусачки. Если кто знает, напишите. Я уже хочу себе сделать верстак улучшить. И посмотреть, что будет даваться на следующем улучшении. Может быть, там все-таки будут новые винтовки. И я смогу себе сам патроны делать. Никуда не годится. Как оборванец хожу здесь. Так, что это у нас за здание? Это, по-моему... Ага. Все. Отличненько. Давайте мы сейчас здесь прошуршим. Я, если честно говоря, не помню, кто меня здесь тогда подбил в прошлый раз. По-моему, собаки. Но в этот раз у них ничего не получится. Я, как говорится, во всеоружии. Вот она, псина эта. Опа. Пардончи. Забираем странное мясо. И вот мой рюкзачок лежит. Ух ты, блин. Грибы испортились. Кстати, если я не ошибаюсь, с этими грибами... Ух ты, резак, трубка, открытка. А, ну это для музыкантов. Так, факелочек, гвозди и канистра. Тихо. Тихо, 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 ребята. Этот звук я не спутаю ни с чем. Это сам трупоед здесь лазит. Ребята, я играю сейчас в темноте. На дворе ночь. Три ночи. Можно отводить немножко кирпичей. Здесь какая-нибудь тварь резко выскочит. Ух, ядрю. О, ну ты вошь. Вот он, вот он. Ух, шикарно. Шикарно сработано, ребята. У меня был... Тихо. Да что ж ты, сдохни, мразь. Я, правда, сам говорю, но у меня хотя бы есть подхил. Сейчас мы отхилимся с вами, ребята. Не волнуйтесь. Все. Отличненько. Меня интересует только одно. Сгорела ли вторая тварь там? Или еще жива? Ну, в любом случае, я бутылочку-то приберег. Хе-хе, она у меня в руках. Опа. А, сдох, по-моему. Вон он валяется. Смотрите-ка. Бутылочка коктейля Молотова, батарейки. И изолента. Дом-то весь ходуном ходит. Я посмотрю, трещит по швам. Ох ты, это что такое? Чучело собаки. Слишком далеко. Нет, зачем мне его перетаскивать? Трофей. Для чего, интересно, вот эти трофеи я собираю? Оу, грибы. Моя сладость. Моя сладость и моя слабость. Любитель получать дозы. Хе-хе-хе. Так, ну что, вроде бы пока все тихо. И это очень хорошо. Опа, на самогончик. Ну что ж, придется, наверное, вот так делать. Эти грибы нам испортившиеся, как говорится, не к спеху. А то, что здесь лежит. Оу, еще грибы. А то, что здесь лежит, очень нам пригодится. Знаете, такое впечатление, как будто сейчас ночь у нас на дворе. Музыка еще такая. Капкан. На металлолом. Блин, а у меня не хватает места. Оу, еще грибы. Да, тут прямо рассада какая-то для грибов. Охотничьи угодья. Интересно, чьи. Так. Давайте, наверное, выложим. Заберем металлолом. И тут еще капканы. Даже целая гора их. Можно будет подобрать, нет? Ох, ничего себе. Вот это хорошо. Вот только вместо чего это все брать, да, ребят? Слушайте, такое впечатление, что мне, наверное, придется возвращаться. Выкладывать. И еще раз сюда прийти. Все, жалко. Давайте тогда, наверное, оставим таблетки. И. Да, блин. Ну, гвозди. Хорошо, давайте гвозди ввозим. Здесь будет мясо. Тряпку мы видим. Ух ты, труп. Простое обручальное кольцо из серебра. А вот это уже что-то новенькое. Кольцо из серебра. А для чего оно нужно? Так, надо нам здесь как-то забрать это все. Блин, ну куда вот мне разместить? Так, ну ладно, металлолом вроде бы... Погоди-ка. Давайте объединим. Еще один капкан. Ай-яй-яй-яй-яй. И хочется, и колется. Я знаю, как... О, давайте вместо факела. Да, че это я? Они мне сейчас не нужны. Еще один металлолом. Все. Так, а здесь мы были? Мы, по-моему, не были. Давайте-ка бежим и заглянем. О, погоди-ка, ящик. Что в нем интересно будет? Ух ты, гриб. Гриб это хорошо, ребята. А также очень хорошо, что здесь два панциря. Они мне нужны для бронежилета. И я их в любом случае заберу с собой. Давайте, наверное, блин. И резак нужен, и это. Хотя резак можно было бы оставить. Но он, по-моему, очень хорошо стоит. Во. Вот так вот оно будет лучше. Так. Теперь нам нужно посмотреть... Подожди-ка, здесь у нас тупичок. Значит, надо оббегать с другой стороны. Слушайте, довольно неплохой такой домик. Есть, что полутать. И сейчас мы еще вот с этой стороны обойдем. Ух ты, это что такое за полоса? Как северное сияние. Сломанный генератор у нас здесь. И в нем, как видите, гвозди и канистра с бензином. Ну, мне это уже некуда складывать. Поэтому мы оставим пока это здесь лежать. Я вот думаю, есть ли смысл сейчас мне идти на псарню. Так, подожди. Тут еще... Тут еще сундуки у нас везде валяются. Ох ты, штык-лопата. Черт бы ее побрал, а. Ага, вот у нас и псарня. Я ее так назвал. Только лишь потому, что здесь очень много собак. И мне нужно собрать свои манатки, которые я здесь тоже потерял. Где эта куча псов, которая в прошлый раз меня загрызла. Где она? Где-то здесь, по-моему, были. Да. Сейчас мы левее немножко пройдем. И я их там всех зажарю. Труп крупного пса. Слушай, а где они все-то? Я не понял. Странно. Или я всех поубивал тогда? Нет, нет, нифига. А, здесь же меня... Трупоеды, по-моему, загрызли, да? О, вот они мои часики. Тихо, 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 тихо. Где-то кто-то тут... Вот. Фиган жрет. Мискоты тут все, понимаешь ли. Все, сгорела псина. Куда же мне часы-то вместо чего положить, а, ребят? Я даже не знаю. Мне нужно и то, и то. Все нужно. Тут и фонарь у меня лежит. И батарейки есть. Надо было все-таки мне сбегать до дому. Выложить все это. А потом... Капкан. Куда и часы тут? Вот они. Все. Время показывается тебе. Ну, по крайней мере, я знаю, что уже третий час. И время есть. Пускай тогда, наверное, здесь все это остается. О, грибы. Мы с вами сбегаем, опять же, до убежища. Выложим большую часть хлама. И придется, скорее всего, опять возвращаться сюда. Ну, пока посмотрим, что вообще здесь есть. О, грибы. Блин, места нет в инвентаре. Да чтоб тебя. Я даже уже не знаю, что и выкинуть. Все нужно абсолютно. Нет ничего лишнего. Самогон тут есть. Давай, забирай. Так, грибочков там мы набрали. Нормуль. Что я могу еще на это ответить? Так, а я взял штык для лопаты, да? Давайте, наверное, вот этих всех собак поубиваю я. Чтобы они... Мне такое ощущение, что они просто мутируют потом в этих гигантских псов. А так мы себя обезопасим. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но... Почему бы не облегчить им страдания? В конце концов, я не живодер. И хоть какой-нибудь хороший поступок я должен сделать. Больше нету. Так, здесь самогон у нас валяется. Ну, я прекрасно помню, что где-то здесь еще мы с вами не были. Генератор пустой. Опа-на. Что нас здесь ожидает? Тело. Человеческое тело. Похоже, его набили как чучело. И офигею, да? Охотничий домик. Просто поубивали людей и набили их как... Чучел. Человеческая голова. Как трофей. Оу. Ключ от убежища оборотня. Вот это-то мне нужно. Так, бутылочки коктейля Молотова. Самогон. Ну, ключ-то мы обязательно заберем. Все хорошо. Еще одно тело. Я надеюсь, эти тела потом не встанут. В какой-нибудь определенный момент. Ну, грибов-то тут хорошо. Тут очень много. Что мне, в принципе, нравится. И, возможно, мы по возвращению в убежище с вами изучим новый какой-нибудь навык. Все. Абсолютно пусто. Больше здесь ничего нет. Но, в любом случае, я бы сюда, конечно, еще разок вернулся. Дозабирал все, что здесь лежит. Смотрите, опять грибы. Должно нам хватить эссенции на следующий талант. Ух. Ну что, давайте тогда потихоньку отсюда выбираться. Ведь когда-то, я так понимаю... Тихо. Нет. Не этим мы будем. Мы будем обычной лопатой. Орудовать. Зачем сюда тратить коктейль Молотова? Так. По-моему... Нет, это уже дохлая. Ну, просто я вспомнил, когда начало игры начинается. И там была собака. Помните, когда он выходит из дома? И там тебе подсказка. Моя собака, типа, очень сильно мучается. Облегчить ей страдания. Ее надо было убить. Вот я сейчас по такому же принципу и действую. Вот. Еще одна лежит. Все. Хорошо. А для чего, интересно, вот здесь надо было тратить точку, чтобы зайти в никуда и ничего здесь не получить? Ну, видимо, подстава какая-то очередная. Так, погоди-ка. Где-то еще псина лает. Лежит. Ага, вот она. Ну, походу, дело все, ребята. Возвращаюсь я в свое убежище. Буду там выкладывать, съедать все эти грибы. И, скорее всего, открыта новая локация. Неизвестная. И, скорее всего, еще разок мы сюда с вами вернемся. А что здесь за такое неизвестное место, которое даже не описано? Ну-ка, давайте-ка немножечко здесь сделаем разведки. Пока довольно тихо. Я никого ничего не вижу, не слышу. Ну, местность, как вы знаете, обманчива. Да здесь вообще тупик. Но, тем не менее, место какое-то, как сказать, неизвестное. Даже не обозначено. Оу, еще грибочек. И не один. Отличненько. Ну, а пока мы, ребята, бежим домой. Хотел бы я поблагодарить одного из своих подписчиков. Роман Бородин. Он очень много мне помогает по этой игре. Подсказывает всякие штучки, которые я не знаю. В принципе, он мне и сказал пароль, который сам подбирал от первой локации на Сухом Лугу. От этого, от сундука. Так что, Ромка Бородин, тебе огромный респект и спасибо за помощь. Так, ну что же, давайте побежим. Выложим. Оу, тихо. Блестящий камень. Отличненько. Как-то он так на дорожке просто лежал. Хм, очень странно. А вот и наш родной домик. Так, и в первую очередь нам нужно с вами сбегать, конечно же, на кухню, к печке. И быстренько-быстренько поедать все эти мяски, грибки и так далее. Вот она, моя родная. Ух, ну что же, хватит нам, нет? Да должно, должно хватить. Так. И еще пять грибочков. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, отлично. Прям тютелька в тютельку. И нам осторожный шаг. Крик. Третий глаз. Около минуты видеть все вокруг. Раз в день можно увидеть текущее положение. Нет. Я все-таки изучать буду крик. Оно нам пригодится. Не знаю, как оно будет действовать. Я опять нас торгаю в очередной раз. Сейчас будем опять какие-нибудь галюники ловить, где-то находиться, что-то искать. Ох, отлично. Ну что же, где-то в каком-то поле, да, начинается у нас. Колокол лежит. Осмотреть. Поросший мхом колокол до сих пор звенит. Оу, да это же церковь. Да-да-да, узнаю, узнаю эти масштабы. Так, а это что такое? Встань в очередь. Слушай, парнишка, не подвинулся ли бы ты, а? В очередь она стоит. Сожженная крыша церкви прогибается под весом красных маслянистых облаков. Ого, а это еще что такое? Спуск. Ты не видишь, что тут очередь? Блин, закрыто. Ох, откуда вы взялись, ребята? За кого ты себя принимаешь? У нас заперто. Можно открыть с помощью отмычки. Нет у меня отмычки тут вообще. Как во сне может быть отмычка еще? Так, у тебя нет ни голоса, ни силы воли. Это со мной Трупов сговорит. Совершенно обычный мертвый человек с улыбкой на лице. Да, всего лишь ты в хороших руках. Я понимаю, это по его глазам, как раз когда он смотрит на меня сверху. Такая мерзковатая картина, если честно, даже представить во сне, так присниться, бегаешь в церкви, рядом кладбище, трупы валяются. Духи стоят. Какой-то спуск непонятно куда. Под церковь причем. Блин. А что ж тогда делать мне? Тут нужна отмычка. А вы куда? Ох, ничего себе там очередень-то была. А куда они? Они все к спуску, что ли, к этому? Идут. Блин, как бы мне туда попасть и глянуть, что вообще там происходит. Слушайте, сон-то мой не заканчивается, значит здесь нужно что-то сделать определенное. Вот только что. Я так понимаю, наверное, нужно найти отмычку или как-то попасть вниз. Больше вариантов я пока не вижу. Тело, тело, тело ничего не говорит больше мне, не помогает. И не бубнит. Время здесь остановилось. Я смотрю на почти 7 часах. Проход починить. Нет, зачем нам проход здесь чинить? О, вот ящик же, елки-палки. А как же я его не видел? Видно в спешке. И как раз, смотрите-ка, отмычка лежит здесь. Это, видимо, специально уже здесь сделано. Давайте тогда открывать, конечно же, вот эту дверь. Открыть с помощью отмычки. Так, мы и сделаем. Какая-нибудь ловушка, да? Нет? Полочка пустая. Тут стул. Еще одна дверь. И генератор, что ли? Включаем. Не работает он. О, топор. Забираем. И странная коробочка. Вся поверхность в царапинах. Ага, вот оно как даже. Так, тихо, тихо, тихо. Погоди-ка, погоди-ка, трупоед-то. Оу! Красная качеля. Белое платье. Да угомонись ты, тварь, блин. Я даже не могу ударить ее. О, качела. Тихо. Ой, для моих девочек. Слушайте, по-моему, я его не смогу убить. Бессмертный, блядь, какой-то. Но это, видимо, специально было сделано, чтобы я проснулся. Слушайте, красные качели, белое платье. Для моих девочек это все очень мне знакомо. Ух ты. Не понял, оборотень. Мясо, а почему у тебя такие большие глаза? Хе-хе. Ты что, испугался? Плохой сон? Оборотень подмигивает мне, немного оскалившись. Вот так, да. Хе-хе. Электронная игра. Что это за херня? Тебе смешно? Смешно, я спрашиваю. Посмотрите, какой шутник. Хе-хе. Хе-хе. А почему бы мне не прикалываться? Чего мясо? Ну, давай коробочку. А, это одна из этих. Волк забирает у меня коробочку и обнюхивает ее со всех сторон. Я могу поклясться, что слышу, как под плащом он виляет своим хвостом. Интересная находка, мясо. Наверное, я бы ты хотел еще узнать, что внутри. Где-то в юго-западной части старой рощи есть место, где ты найдешь ключ от этой коробочки. Я бы на твоем месте мяса был осторожнее. Поверь мне, ты не захочешь открывать ее сам. Принеси мне ключ и не пытайся хитрить. Ты все равно не знаешь, что с этим делать. Ага, вот оно даже как. А не обманываешь ли ты меня, волчара? Так, что у тебя тут есть? У тебя тут есть много что... Опа-на, а колечко я не могу продать. Обручальное. Ха. Слушайте, неужели обручальное кольцо это для какого-то задания, для квеста? Мне не нужно это говно мясо. Но я понял, что тебе кольцо-то это не нужно. А смотрите, он, кстати, не... А, он не покупает определенные вещи. Все, что металлическое и тряпочное, он не берет. Ему, видно, нужно там мясо или еще что-то такое. Так, ну что, попробуем, наверное? Хер тебе мясо! Да, волчару, как говорится, не наколешь. Блин! Ну-ка, во! Вот так вот уже будет другой разговор. Самое главное, что я обойму у него купил. А, ну это мы читали. Только вот знаете, что очень странно? С какого перепуга он здесь вообще оказался? В такое время, причем... А, кстати, время. Уже 7 часов. Нам пора готовиться к очередной... Ночке. Что это? Я совсем тут заговорился. Давайте-ка сделаем броник. Ух ты, даже еще один могу сделать. Так, мне нужно... Колечко мы выложим. Это тоже объединим. Так, 10 штук ровного. Это хорошо. Панцирь. Вот, открытка. По идее, мне бы нужно наделать досок. Ну, лампу тоже, потому что у меня вообще нету света. Этот вот сюда выставим. Капканчик поставим. Сейчас мы будем тут все... Так, погоди. А, я думаю, что так темно-то? Фонарь же я снял с себя. Так, здесь у нас ничего нету. Мы сделать ничего не можем. Генератор включаем. Все. И время уже 8 часов. Надо готовиться конкретно. Давайте-ка чуть-чуть заправим. Будем стоять здесь, как обычно. И дожидаться этих говнюков. Поставим еще капканчик сюда. Если двери откроют и побегут, заодно сразу и вляпаются сюда. Хе-хе. Сделаем, так сказать, ловушечку. Ну что, все. Время к нолю движется. Будем ждать. Тихо, тихо, тихо. Что это за ветер задул? Нехороший какой-то. Жалко, что для дробовика у меня нету ни одного патрона. Это что за землетрясение-то? Ёлки-палки. Такого раньше не было. По-моему, силы леса уже выходят из себя. По всей видимости, ему не нравится, что я здесь хожу, внюхиваю и хочу разгадать тайну этого леса. Но меня здесь смущает все-таки одна вещь. Причем здесь доктор. Больные вот эти вот люди, которым доктор якобы помогал. И почему, получается, он только нормальный и я? Он же у меня свистнул ключ от двери в подвале. И сбежал. И моя цель сейчас найти его, забрать этот ключ и выбраться отсюда. Как-то так. Может быть, я, конечно, где-то что-то путаю или недопонимаю еще. Все это будет нам раскрыто в скором времени. Смотрите, уже почти три часа и никого, и ничего. Ни слуха, ни духа. Вообще довольно спокойно. Даже ни одного шороха я не слышал. Смотрите, вообще чистота. Хм. Иди. Так, опять привидение, что ли? Ё-моё. Так, ну-ка, нафиг. Никуда я не пойду. Иди ко мне. Да хрен тебе. Слушайте, а хотя, знаете что, ребят, у меня сейчас такая возникла идея. А может быть, все-таки надо было сходить за ним? За этим голосом. Нет, это все-таки замануха. Стоит только выйти на улицу, меня сразу же сожрет эта мгла. Которая появляется там, где нету газа. Так, что это за мануха? Ну что же. Довольно все тихо. Никого не вижу, не слышу. И меня это даже немножко настораживает. Как-то не привык я так спокойно проводить ночи уже давным-давно. Обязательно слышится какой-нибудь там шепот, шорох. А тут вообще, как назло, ничего. Ну, не будем радоваться раньше времени. Я помню, как меня за 15 секунд до конца ночи, помните, да? Забомбили в пух и прах. Вот она, музычка пошла, родная. Давай, 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 солнышко, вставай быстрее. Ну, это только 7 часов. Нам еще часик продержаться. Очень подозрительно прошла ночь, я вам скажу. Вообще никого не было. И это хорошо. И мы с вами переходим на 32-й день. И получаем у торговца еще 200 очков репутации. Ну, разве это не прелесть? Так, тихо. Главное не вляпаться в этот капкан. Я его поставил, так, конечно, для вражин. Но чувствую, вляпаюсь в него. По забывчивости, по своей. Так. Давайте уберем фонарик. Хотя можно было его и дожечь. Там осталось-то всего ничего. Ну, давай, торговец. Как обычно, по стандарту мы у тебя забираем что? Проволочку. Лекарства. Тряпочки. И обойму с пулями. С патроном, точнее. Все. Слушайте, а штык-лопату я могу продать. Зачем она мне нужна? У меня есть уже одна. Так что... Все. Что тут еще можно нам взять? Ничего. И еще 376 очков у нас остается в запасе. Это хорошо. Задел, как говорится, на будущее у нас будет. Так, тут у нас два капкана стоят. Нафиг. Не пойдем. Так, и теперь у меня... О, чуть-чуть бы сейчас и вляпался бы. Теперь у меня идейка все-таки сбегать туда дальше и позабирать все. Хотя нет. Мы сейчас с вами пойдем, наверное, сходим в церковь. Да. Потому что не зря там сон снился, что мы открыли этот проход. И нам нужно будет проверить. Как говорится, нет так нет. На нет и сюда нет. А вдруг, да? Тогда мы там с вами полазим и посмотрим, что там будет. Так, на сколько мне хватит-то здесь? Угу. Да, я думаю, и достаточно. Смотрите, у меня их девять штучек. Захламлять сильно инвентарь тоже не стоит. Я думаю, так будет в самый раз. Так, обоймочку вот так выложим. Так, у меня броник-то есть еще один? Нет, у меня один. Но я могу еще сделать. Тряпки, слава богу, есть. Так, таблетки сюда. Все это открыто. Нафиг она мне нужна, да, по идее? Для мамы. Интересно, а можно было бы сделать какой-то другой исход с этим скрипачом? И, как говорится, сделать так, чтобы его родители были живы? Или это идет по сюжетке, как основная линия? Так что, ребята, если кто-то играет в эту игру и как-то по-другому немножко ее проходит, пишите в комментариях. Мне очень будет приятно почитать, сделать какой-то определенный анализ для самого себя. Все это проверить потом я смогу, потому что я ее собираюсь потом пройти чуть-чуть по-другому. И мне очень будет приятно знать какие-нибудь секретики. Так, ну что же. Или к музыканту, или в церковь. Ну, я, наверное, все-таки побегу в церковь и посмотрим, что там у нас творится. Что там будет вообще происходить. Какой крутой. С дробовиком наперевес. Прям, блин, мачо какой-то. Ну, вот она, красавица. Давайте посмотрим, что здесь у нас изменилось. Хотя, наверное, ничего. Ох ты. Для моих девочек. Что там? Сколько лампадок, сколько цветов. Трус и ворюга. Иди к черту в пекло. Там твое место. Спуск. Ага. Ох ты. 1-8-8-4. И поцелуй их за меня. Ты смотри-ка, он меня отправляет, чтобы я спустился. Самолично. Хорошо, давайте тогда сходим, посмотрим, что там. 8-4. Я надеюсь, это не какая-нибудь ловушка. Ух. Сохранение. И что это такое вообще? Кстати, время тут тоже остановилось. Оу, вот этих трупов лучше не трогать. Я знаю, что это за... Ох, да их тут кишит просто. Знаете, что я вам скажу? Это очень-очень опасное место. Я боюсь, что это ловушка. Ну-ка, давайте-ка, вот я вам, ой, что продемонстрирую. Ну и сам лишний раз смогу... Оу! Вот, 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 вот о чем я вам и говорил. Они будут превращаться в пожирателей. Все причем. Нет, нафиг. Очень это опасное дело. И к тому же... Блин, я еще и отравлен. Если бы у меня было бы очень много бутылок с коктейлем Молотова, я бы мог бы там все пожечь. Всех там поубивать. Ну, это обалденные затраты. И к тому же я не знаю, ради чего все. Так. Давайте подкрепимся. Маленько. Иначе мы сейчас... Как-то очень долго действует яд на меня. Так что, ребята, если кто спуск... Что ж такое-то, а? Псина. Так. Черт, это лучитый. Если кто проходил эту церковь, кто был внизу, пожалуйста, напишите тоже в комментариях. Мне будет очень приятно почитать. И если действительно стоящее дело, я туда, наверное, схожу. Да, возможно, это не честно. Вот так вот спрашивать и узнавать наперед все. У своих подписчиков, у ребят, которые смотрят видео. Но, с другой стороны, они облегчат и прохождение мне, и ускорят его. Где-то могут избежать мне лишних ненужных проблем. Ну что же, вот мы и добежали до охотничьих угодий. Если я не ошибаюсь, здесь у нас все тихо. И мы можем спокойно здесь все забрать. Что в тот раз не унесли. А пособирать тут есть чего. Сломан генератор. Вот, смотрите, например, гвозди и бензин. Инвентарь опять уже наполовину заполнен. Сколько раз сам себе говорил, бери с собой как можно меньше всего, чтобы можно было утащить. Нет. Наберу с собой всякого хлама, а потом хожу и плююсь. Так, что в школе... Оу, ткань. Ящик с инструментов. Фотография. Хе-хе. Узнаю этих псин. И больше здесь, по-моему, у нас ничего нет. Так, это мне не нужно. Слушайте, дом так скрипит, да? Противно. Ага, я думал, что это что-то лежит. Но это просто какой-то камень. Так, у нас здесь еще ящик. Да-да-да, я помню, с изолентой. Тут все. Тут больше ничего нет. Надо еще вот здесь вот обшмонать. Гнилой гриб. Ладно, возьмем. Пригодятся нам под эти... Под банки с газом. Два факела и трубка. И вроде бы все. Да, здесь больше ничего. Хотя нет. Вот так вот. Пожирать их. Слушайте, ну вот этот труп, мне кажется, здесь неспроста лежит в этих корнях. А вдруг его можно было бы поджечь, да? Кинуть туда коктейль Молотова. Там эта фигня вся сгорает. И я получаю какой-нибудь проход под этот дом. Ведь может тут такое быть. Но мне жалко тратить на свои эксперименты. Коктейль Молотова, он мне еще пригодится. Ладно, ребята, можно, в принципе, возвращаться к себе домой. Тут у нас кусок мяса. Есть что повыкладывать. Так что побежали. Так, а потом я, наверное, все-таки схожу в домик скрипача. Кстати, Роман, если ты смотришь это видео, объясни мне, почему скрипач обманщик, ну, в плане того, что можно ли было избежать вот этой вот, как сказать, то, чтобы он не узнал, что его родители мертвы. Или это все-таки по сюжетке. И ключ мне надо было отдавать волку, как ты писал. Хотя ты говорил, что волк тоже меня обманет. Может быть, мне надо было самому открыть у бабульки эту комнату с красавицей. Хотя вроде бы я пробовал, там этот ключ не подходил. В общем, напиши мне свои размышления, что ты думаешь по этому поводу. Будет очень приятно почитать. Так, киса, уйди, пожалуйста. Тут просто кошак у меня залез. Да отойди, ты говорю, елки-палки, прям в лицо лезет. Он у меня любит миловаться. Так, ну что, ладно. Давайте мы вот это вот выложим. Все, что нам пока не нужно. Так, эти все обоймы, инструменты. Давайте доски тоже выложим. Металлолом. Блин, у меня скоро, наверное, такие места не останется. Все будет забито. Подчистую. А его уже нету. Ну да. Ну что же, все мы это, ребята, дело делаем. И нам нужно отправляться в этот. В дом к скрипачу. В общем, поехали. Он должен быть где-то в этом направлении, по идее. Оу, тихо-тихо-тихо. Прибежала псина. Так, два. Три выстрела. Ну, походу, один я раз промахнулся. Елки-палки. Как быстро кончаются патроны, а? Нет, срочно нужна винтовка. Так, я слышу, слышу я тебя, скрипач. Сейчас, наверняка, он мне что-нибудь предъявит. Я больше чем уверен. Но в свое оправдание я могу сказать только одно. Я здесь ничего не делал. Моя совесть чиста. Я надеюсь, мы с ним все-таки найдем какой-то общий язык. Хотя, как мне сказали, он предатель. Обманет меня. Так, что у нас тут? Тряпки. Нету ничего. В толчок не нырнуть, к сожалению. А может быть и к счастью. Но давайте потрещим с ним. Зачем вы их убили? Мальчик молча сверлит взглядом землю под ногами. Он сильнее сжимает скрипку. Уходите! Ну, в принципе, я что-то из этого разряда и предполагал, что так оно и будет. Он думает, что виноваты во всем именно мы. Хотя я вам еще расскажу, что мы сюда пришли. И это уже было сделано. И, по всей видимости, здесь нам уже делать нечего. Слушайте, если нам здесь делать нечего, куда же нам тогда путь-дорожку подержать? А как же насчет доктора? Он же меня записал на прием. Вот тебе и незадача. По ходу дела я обломался. Угу. Так, погодите-ка. Это у нас что? Ага, здесь у нас гвозди, бутылка. И доски. Поваленное дерево. Хоть беги в депо в это. Слушайте, а может быть и вправду сбегать? Ну что ты, парень. Я в тебя так верил, а ты меня взял и предал. Еще и обвинил во всех смертных тут грехах. Так. Творюга лазит. Сами прекрасно видели. Будем его сжечь. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Вон он. Гад. Гад, я тебя сейчас сожгу. На. Побежал, побежал. Успею я. Черт, подери. Не фига он. Все, сгорел. Ну и кусочек мяса мы зарабатываем. Так, время у нас шестой час. Теперь уже нам пора возвращаться на базу и ждать, когда наступит ночь, ее как-то пережить. Ну, а потом уже решим, что нам надо будет сделать. Так, это мы заберем. Очень и очень, ребята, мне не нравится вот этот момент. Охрененно. Обалдеть, мне сломали еще и двери здесь до кучи. Так, ну ладно, с этой стороны два капкана есть, если что, вляпаются. Все, ко мне идет этот, как его звать-то, трупоед. Будем здесь поджидать. Или это не трупоед все-таки? Нет, это он, к сожалению. Так, ладно, будем на изготовке. Жаль, у меня, конечно, один патрон. Ух, ну, одного-то гада я точно уберу. Бронежилет у меня на исходе. Там буквально на один удар хватит. Надо было, знаете, что мне сделать? Тихо-тихо, крадется. Надо было мне вон там, подальше поставить бочку, которая взрывается. Взять в руки пистолет. И как только эта тварь появится, выстрелить в нее. Ну, мы сейчас кое-что другое сделаем. Вот так вот. Идет, идет, подла. Вот он, чмошник. Готов огурец. Хорошо получилось, он еще и в капкан вляпался. Но, видимо, это еще не конец. Смотрите, там что-то двигается. Оу, еще псина прибежала. Черт бы тебя побрал. Да ну, хорош, блин. Ха, в капкан вляпался. Круто было сработано. И вот только теперь наступила тишина. Ох ты, черт, подери. Слушай, положит меня сейчас гад этот. Нет, я все-таки справился. Ух. Вот это да. Вот это ночка. И это еще только шестой час утра. И если сейчас ко мне кто-нибудь прибежит, уже все, я, наверное, не выстою. Ну, вы посмотрите за то, как здесь очень хорошо мне помогли эти капканы. Не зря я их здесь поставил. Оу, тихо, 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 тихо. Нет, нет, не надо. Надо ближе к свету. Где свет, свет? Вот она, лампочка. Черт бы их побрал всех, а? Давай, 7 часов утра. Еще часок. Да че я не могу забрать этот металлолом-то? Ё-моё. Че за проблемы? Странно. Мне сейчас показалось, или что-то хрустнуло треслом где-то. Ух, вот так вот, ребята. Мы с вами перешли на 33-й день. Репутация увеличилась у торговца на 200. Ох, ладно, пойдемте выторгуем все. Смотрите, все, все абсолютно ловушки сработали. Все капканы. И будем покупать у него наш стандартный набор. Это обоймы, патроны, проволока, тряпки, естественно. Но мне, кстати, можно было бы кое-что ему продать. У меня же вроде в инвентаре на верстаке осталось, что ткань. Там еще всякая шелупень. Но, в общем, это уже пока не важно. Это мы уже будем делать с вами в следующей серии. А на этом говорю, до свидания, до скорых встреч и удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова